Здравствуйте, дорогие друзья! Мой любимый ролик о моих королях и королевах. Все, что цветет на данный момент. Здесь будут орхидеи, которые цветут для меня первый раз. Когда орхидея зацветает первый раз, это как радуга в небе. И только для меня, и, конечно же, для вас. Давайте смотреть. Ура! Наконец-то лето! Все орхидеи переехали на улицу. И цветущие, и не цветущие. Моя веранда летом превращается, конечно, в такой маленький ботанический сад. Соседи, что волны с того дома напротив, частенько заходят посмотреть на диковинные растения для них. Они пожилая пара. И для них орхидея – это вот эти фаленопсисы, которые в нашем штате продают в супермаркетах. И для них это понятный вид орхидеи, какой она должна быть. И всегда удивляются, когда видят у меня растения, выращиваемые в корзинках, бессубстратно. Для этой пожилой пары, которые выращивают петунию и бегонию в горшочках, такие растения кажутся, ну, сверх диковинными. Кстати, петунию я выращиваю тоже. Ну, давайте об орхидеях. Цветет у меня вот такой красивый фаленопсис. Если камера передает правильно, то он с таким зеленоватым цветом лайма отливом. Называется фал Эмераут чемпион номер 6. Это гибрид аллегрии на тарагон. Аллегрии у меня есть, покажу. Вот здесь я сломала цветонос. И посмотрите, пробуждаются боковые почки. Я не хотела стимулировать боковые побеги, но так случилось, что цветонос сломался. Цветы огромные, конечно, сантиметров 8. Практически отцветает сандриана. Это видовая орхидея из Филиппин. Ароматная, с такими постельными розовыми тонами. А вот это аллегрия, которая одна из родительниц того чемпиона номер 6. Видите, у нее тоже есть зеленоватый оттенок, но только в районе губы. Там в родственниках и Амобелис, и Афродита. Иногда мое хобби выращивания орхидей напоминает мне хобби по разведению каких-то таких породистых собак. Вот это, кстати, City Girl, городская девушка. Когда у этих породистых собак родословная записана до десятого колена. И у орхидей эта родословная может длиться до бесконечности, потому что орхидеи уникальны тем, что их можно скрещивать не только внутри какого-то вида. Вот фолиенопсис с другим фолиенопсисом. Орхи уникальны тем, что они скрещиваются между разными видами. Сейчас ванды скрещивают с фолиенопсисами. Котлеи гибридизируют, смешивая их с эпидендрумом. Вот в этом-то и интрига. В этом-то и азарт выращивания орхидей. А что там оно вырастет? Ну ладно, ближе к делу. У меня, наверное, чуть больше 20 растений. Вот это Ройта кунага. И я хочу уложиться минут 20. Ройта кунага дендробиум из Новой Гвинеи. Дендробиум теплого содержания. Никаких тебе проблем по выращиванию. Ни просушки, ни зимнего отдыха. Растет себе и растет. И цветение у него довольно продолжительное. Вот эти цветочки открылись 3 месяца назад. И я знаю, что продержится еще как минимум месяц. Но вагвинеиские дендробиумы типа Латурия, как этот Ройта кунага, они неприхотливые. Дайте им побольше солнца, побольше воды в вегетативный период. Кормите регулярно. И они будут свистеть у вас каждую весну. Зимой с понижением температуры и укорачиванием светового дня пропорционально уменьшается и подкормка, и полив. Миниатюрный дендробиум из Вьетнама. Дендробиум Трантуаниай. У меня еще маленький. Он свел также одиночным цветком. В прошлом году, в этом году, он вырастил новую бульбу. И на второй бульбе там тоже есть цветонос. Цветы у него восковые, интересные. Мне он нравится из-за его плоские бульбочки, из-за серебряную окраску листьев. И с октября прошлого года он у меня посажен в лаву. И здесь сверху немножко такой, как бы мраморные оранжевые камушки. Это вот то, что рыбкам подсыпают в аквариум. Я видела, когда они разрастаются большими, они очень пышные, и там больше цветков на одной бульбе. А теперь приготовьтесь. Премьера песни Ангрекум Дидиери. Это маленькая орхидея Ангрекум из Мадагаскара, которую еще называют Орхидея Дарвина. У меня на блоке она, по-моему, с марта 17-го года. Но был куплен еще в 16-м. Корни просто прорастают в пробковое дерево. Что интересно по Ангрекуму Дидиери, это то, что посмотрите, какой большой размер цветка по сравнению с самим растением. Он для меня цветет в первый раз. И теперь я знаю, что если показался цветонос, это означает только один единственный цветок. А какой же он ароматный, с наступлением темноты, невероятно. В голову приходят ассоциации из детства, из пионерского лагеря, когда мы жевали сосновую смолу. Вот точно так он и пахнет. А в этом горшке, посаженные в лаву и камни, у меня лилия. Это природная Орхидея из Бразилии. И прошу, не путайте с лилией лабиатой. Полное ее название лилия лабата, Lavender Sparks. Искры лаванды можно перевести. И по цвету название ей совершенно подходит. Лилия ароматная. И выдала два цветка из этой бульбы. Хотя она может давать и до пяти цветков, но не больше. Но я вам скажу, так как она у меня была пересажена в прошлом октябре, после пересадки котлеи обычно пышно сразу не цветут. Но зато посмотрите, какую она нарастила корневую. Какой тяжелый этот горшок с камнями. И с октября месяца, посмотрите, я могу поднять. Тут хороших пять или шесть килограмм. И корни котлеи будут держать горшок. Он тяжелый там, и не только лава, там и речные камни. Цветы у лилии еще полностью не открылись. Видите, лепесточки еще как бы сложены. До этого она цветла прошлым летом, мне кажется. Но еще полных 12 месяцев не прошло. Но я для себя решила, что с ней я никогда не расстанусь. Выращивать ее легко. Я потихоньку ее приучаю к солнцу. И стоит она у меня буквально под дождем, поливается сама. Потому что субстрат из камней. И следующий претендент на королевский титул – это Мельтасия Каючу из Тропикал Фрагранс. На этикетке у меня написано Мельтасия. Легко и просто гибрид Мелтонии и Брасии. Так нет, теперь эта орхидея переименована в Братонию. Эти Брасии и Мельтасии – одни из самых любимых моих орхидей. Мне еще нравится, как одна моя подписчица Наталья называет ее Паучихой. Цветы темные, как звезды. И с такой изящной, деликатной губой. И аромат у Паучихи приятный, тропический. Такой теплый и сладкий. Как-то вот, мне кажется, мешают растения на заднем плане любоваться ею. Сейчас я ее поставлю в сторонку. И вот так даже интереснее на нее смотреть. Как бы, если делать вид сверху, то посмотрите, у нее цветы расположены как бы в карточном порядке. Смотрите, губа к губе и лучи этих звезд направлены в разные стороны. С этой тоже никогда не смогу расстаться. А вот Ancidium Sweet Baby Heaven Fragrance мне понемножку поднадоел. Можно перевести как «милый малыш». И он из этой серии, которую народ называет «шоколадной орхидеей» или «шири бэби». Но этот шоколадом не пахнет. У него приятный сладковатый аромат, но не шоколадный. Цветет регулярно, два раза в год. И с этим товарищем я бы смогла расстаться совершенно легко. И в планах у меня сократить количество растений в своей коллекции. И, может быть, это последний раз он цветет для меня. А теперь снова мой любимчик. Phalaenopsis Sweet Memory Babels. У людей в коллекциях очень похожий Phalaenopsis Leodora. Мой Sweet Memory, но такой ароматный. У него очень сильный фруктовый запах. И особенно он проявляется, когда лучи солнца попадают на него. И все это от кого? Естественно, это от Виолоцеи. Phalaenopsis Velocea в нем 50%. И на остальные 50% это пополам Amabilis и Ambaenensis. Пару месяцев назад у него было два цветоноса. Я юмора не поняла, почему. Один он засушил. Еще один из любимых Phalaenopsis. Очень свежий. Его я заказала, по-моему, месяца два назад. Из Калифорнии. Есть такая теплица Norman's Orchids. Самый большой выбор Phalaenopsis это там. Как здесь на ютюбе называют этот вид Phalaenopsis, завезенных и разведенный в Азии азиатами. Так называется Tine Sheen Melody Le 280. Он ароматный, но аромат очень-очень слабый. Я его люблю за расцветку и за то, что он мультифлорал. То есть цветонос может давать боковые побеги. А вот это растение у меня уже давненько. По последним данным его название Ancidopsis Pacific Paragon Honey Butter. То есть вот такое медовое масло. И Ancidopsis почему? Потому что здесь Ancidium и Meltoniopsis. Но я вам скажу, два года назад, когда я его покупала, он назывался Meltonidium. Мощное растение, здоровые бульбы у него. Одна дала три цветоноса с одной бульбы. А вот на этой два один сейчас цветет. И с той стороны цветонос уже отцвел. И этот вот отцветает. Но три на этой бульбы, они в самом таком расцвете. И так как в нем есть Meltoniopsis, то посажен он у меня в субстрат, такой очень мелкий и влагоемкий. И не пересаживался он года два уже. И посмотрите, какие у него корни. Вот как я всегда говорю, какие корешки, такие вершки. То есть не дергая орхидею, в этом году, мне кажется, его цветение самое пышное. Из тех, что были до этого, при условии, что один цветонос я уже убрала. Орхидея ароматная, пахнет действительно медом, какими-то такими летними луговыми цветами. И вот вам и мелтонидиум. То есть мелтониопсис на ансидиум. Отсюда мелтонидиум. Так нет, теперь же перевернули. Теперь ансидиум на мелтониопсис. Дает нам ансидопсис. Вот так. Этому, в отличие от свитшугара, я просыхать не даю. Мелтониопсис в этом гибриде говорит о том, что поливать, ведь какие бульбы красивые, ребристые, поливать его нужно регулярно и не давать просыхать субстрату. Явный претендент на королеву месяца Аскаценда Саксамаран Голд. Вот такая золотая вандовая. Одна из немногих наилучших инвестиций. В моей коллекции. В том смысле, что деньги истрачены были не напрасно. Обложены в растения с хорошей отдачей. Пусть цветы не такие крупные, как у настоящей ванды, но зато посмотрите, как их много. И какие они восковые. Не Аскацинда, а букет из маленьких солнышек. В прошлом году она цвела у меня два раза за год. В этом году у нее уже было первое цветение. В декабре и январе теперь она цветет вторым цветоносом. И посмотрите, здесь третий цветонос за этот год. Невероятно. И это не потому, что я вот такая профессионал, ухаживаю за этой вандой. Цветут они у меня по три раза в год. Нет. Это зависит от генетики, от растения. Вот просто растение такое. Цветун. Посмотрите, сколько старых цветоносов между листьями. И слева, и справа. Все, что я делаю, я поливаю, замачиваю вот эту корзинку с корнями через день. На полчаса в ведре с водой. Если жаркий день, то и каждый день могу замачивать. Но чередую. Сегодня чистая дождевая вода, а завтра раствор удобрений. Слабый, но через полив. Банды, аскацинды они покушать любят. Маленький дендробиум принцесса Асай. Можно было не включать видео, не так много и цветочков на нем осталось. Но хотелось бы заострить на нем внимание. Это азиатский дендробиум. Я видела у Ани Питур в Японии. Похожий природник цветет очень пышно. Вот так эта орхидея цвела у меня месяц назад и до сих пор продолжает цвести. А этот дендробиум Токахаши. Это орхидея из тропических лесов Борнео. И этот дендробиум входит в секцию Формасаи дендробиумы, у которых псевдобульбы покрыты такими темными волосками. Цветение у них продолжительное. И что мне нравится, на одной и той же бульбе появляется цветонос через несколько месяцев снова. Цветы достаточно крупные, с яркой желтой губой. Аромат я никогда не наблюдала. Но что я наблюдаю в это цветение, это то, что один из цветов выбросил корневую систему. Он, видите, там белый такой корешок. Вот никогда они не перестанут меня удивлять, эти орхи. Понятно, почему они такие крутые и самые живучие растения на Земле. Даже цветонос отдают корни. А вот это Банфиел Доро. Гилда Тауэр Мистик Мейз. Или загадочный лабиринт. Растит она новую бульбу. Вот эту вырастила за последние 9 месяцев. И цветет с нее. Вот эта бульба в этом году выше и толще, чем предыдущие. Но цветочков в этот раз у меня только 13, по-моему. В прошлом году было 14. Почему меньше цветов при более крупном размере бульбы, я объяснить не могу. Но люблю я ее как родную. Мне нравится, что бульбы у нее растут плотно, компактно, то есть близко друг к другу. А не так, как у Мелтонии на расстоянии друг от друга. И посмотрите, какие цветы. Опять вот эти звезды и губа. Губа паучихи-хищницы. Хоть растение и не маленькое, но оно как-то занимает место все больше в высоту, а не в ширину. И с ним я тоже, похоже, не скоро расстанусь. Потому что у меня цель получить когда-нибудь от нее два цветоноса с одной и той же бульбы. Вот здесь на листьях прилипла пыльца. Так как стоял мой загадочный лабиринт очень близко к тому ансидопсису, который Honey Butter, желтый. И вот пыльца падала из сок. Сладкий сок, липкий, тоже капал на листья. Мне всегда нравилось ее название, Бенфиэлдара. Это гибрид Брасии, Ады и Адонта Глоссума. Но сейчас ее переименовали, и у меня даже язык не поворачивается выговаривать ее новое имя. Это Брасио да Стелле. На горизонте сейчас заметила декоративная вишня в лучах заката, дает какие-то осенние краски. Сегодня 1 июня. А это Дендробиум агрегатум, он же Линдлей. Этот австралийский Дендробиум мучил меня 2 зимы. Ну или я его. Вот такое огромное растение наконец-то выдало единственный цветонос. Нет, было 2, один засох. Но моему счастью не было предела, когда я увидела, как начали раскрываться вот эти желтые яркие цветы. Растение, конечно, красивое, но я уже знаю, что он не будет долго цвести. В какой-то степени оно, конечно, греет душу, что все-таки я его зацвела. Да, но, наверное, я от него откажусь, потому что такой Дендробиум, чтобы он цвел и цвел пышно, нужно выдерживать при низкой температуре. Не выше, чем 15 градусов, а то и ниже. При всем при том еще и дать яркий свет. В моей теплице, либо это внизу холодный темный угол, либо это верхняя полка с ярким светом и очень высокой температурой. Вот пришла моя кошка, ее зовут Смоки, а то я всю собаку собаку показываю. Очень порядочная и воспитанная кошка. Подобрали мы ее 12 лет назад на улице котенком. Ни жалоб, ни претензий к ней у нас нет. Простите, что отвлеклась от орхидейного вопроса. Опять же, не могу не показать. Помимо кошки, мою хою мультифлора подруга мне прислала из Калифорнии в прошлом году. Ну, какое же шикарное растение. Посмотрите, сколько цветочков спутников. Как же я ее обожаю. Многие из нас совмещают выращивание орхидей с выращиванием фиалок, а многие ведь совмещают орхи с хоями. Психопсис Менденхол уже не буду вытаскивать. По причине его длинного цветоноса тревожить мне его не хочется и доставать оттуда. Знаю, как некоторые обожают эти психопсисы. Кстати, там у моего видно, что появился рост новой бульбы. Знаю, как Лена из Баку их обожает. Но для меня, извините, они какие-то все-таки неуклюжие и размашистые, и места много занимают, и не обойти его, не объехать. Все-таки мне к душе больше фолиенопсиса и вот этот видовой бастониай. Еще месяц назад он свел очень пышным кустиком. Вот это его фотография. Осталась мне на память. И не могу не назвать орхидеей месяца июня мою орхидейную королеву Айлин. Ее полное название Милтониопсис Бертфилд Айлин. У меня есть ролик, где вот эта Айлин свела ровно год назад, в июне. И, по-моему, я выкладывала ролик 1 июня. Растение было пересажено с тех пор. И, мне кажется, Милтониопсисы пересаживать раз в год на них это как-то даже и не отражается. В этом году у нее цветов раза в три больше, чем было в прошлом году. Бульбы выдают по два цветоноса с обеих сторон. Она одна из моих любимых. Посмотрите на эту балерину в центре каждого цветочка. Танцующая балерина в прыжке. Здесь юбочки балерин называют ту-ту. И корсаж. И ручки в стороны. Но чем не королева июня моя Айлин? С ее таким огненным балетом. А королем июня объявляется Дендробиум Агрегатум, который я взяла измором. Ну, или он меня. Агрегатум или Линдли цветет первый раз для меня. Так же, как и Ангрекум Дидиери, который и будет принцем, маленьким принцем июня. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Спасибо, что разделили радость первого цветения моих орхидей. Желаю здоровья вам и также здоровья вашим орхидеям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok